Здравствуйте! Прямые эфиры на Медиа-Инфорум продолжают свою работу 737-73-10. Это номер прямого нашего эфира, он уже доступен для вас. Звоните, узнавайте, спрашивайте. А в гостях у нас Валентина Николаевна Говорко, представитель компании ДНР. Вот у меня такая ассоциация уже с этим человеком. Семейный врач и врач-невролог. Сегодня мы будем говорить о сосудистой системе нашего организма. Да, и о сосудистой системе. Я уже привыкла, что у меня фамилия ДНР. Называют вас так все-таки. И я, в общем-то, горжусь. Я горжусь тем, чем я занимаюсь. Я получаю море удовольствия, я получаю море удовольствия как врач. Почему? Потому что каждый день мне приходят люди и рассказывают о своих результатах. Какие чудесные результаты имеют одесситы. И не только одесситы. Вот к нам сегодня, и расскажем обязательно об этом случае, пришла женщина из США. Вот она скоро уезжает. И, так сказать, тем не менее, только пришла к нам, только увидела. Но, тем не менее, возвращаясь к теме сосудистой, мне хочется сказать, что так как ДНР полечит сосуды, я за 27 лет своей работы не видела больших результатов. И это касается всех заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если мы говорим о гипертонии, то да, восстанавливаются цифры артериального давления. И о артериальной гипертензии мне хочется поговорить чуть-чуть больше в этот раз. Потому что, вы знаете, мы, вот есть статистика некая. И люди ближе к 70 годам, после 70, скажем, в 70-80 случаев, это повышенное артериальное давление. Если взять группу после 50 лет, группу из 20-25 человек, только у двух будет нормальное артериальное давление. То есть помолодело, да, заболевание? Очень сильно помолодело. И, вы знаете, сегодня был молодой человек у нас с инфарктом, вот скажем. 36 лет инфаркт. А что это, хроническая усталость довела человека? Или он действительно не следил за своим здоровьем? Вы знаете, ну, безусловно, это нарушение диеты, безусловно, это употребление пивка каждый день или через день, это алкоголь, это избыточное питание, это жирная пища, это малоподвижная область жизни, и это курение, и все эти факторы, все деситы очень хорошо знают. Но мало знать, нужно что-то делать. Поэтому еще раз, еще раз говорю о том, что восстановление артериального давления возможно. И, вы знаете, я очень часто слышу, что артериальное давление восстановить невозможно, сахар восстановить невозможно, сахар крови, холестерин восстановить невозможно, невозможно, невозможно протрузии, грыжи, шмурля только оперативно, и так далее, и так далее. И я уже, честно говоря, немножко уже и подустала от этих вопросов, потому что медицина не стоит на месте. И я представляю, действительно, те препараты, за которыми будущее. Я всегда говорю, что если эти препараты попадут в аптеку лет через сто, я буду очень горда за это. Но, тем не менее, мы же живем здесь и сейчас. Наш офис работает вторник, среда, четверть, пятница, суббота, кроме воскресенья и понедельника, с 10 до 18, и, милости просим, приходите, и, так сказать, препараты более чем достойные. Убираются тросклеротические бляшки, убираются тромбы, улучшается реология крови, укрепляется стенка сосуда, и это все в одной капсуле. Я уже неоднократно об этом говорила. И вы знаете, вот приходит человек и говорит, Валентина Николаевна, у меня давление было... Я думала, что я уже родился с этим давлением, 160 на 90. Настолько человек привык. Настолько человек привык. Говорит, я ниже не видел. Это сколько человек? 40, там, с небольшим лет. И даже если я принимаю гипотензивный препарат, все равно оно не снижается. Ну да, нет 200 на 100, хотя бывают и такие цифры. Но вот ниже 160 не снижается. А потом через неделю он приходит и говорит, Валентина Николаевна, вы знаете, у меня бывает и 130. Это после применения препаратов, да, ваших? В течение недели. Это небольшой отрезок времени. Когда он приходит и говорит, уже есть 130, уже есть ничего, собственно, не поменял. Ну, те же препараты гипотензивные принимает. Ну да, мы стараемся и рассказать о какой-то диете. Ну, вы знаете, сегодня подвозил меня один водитель и говорит, Валентина Николаевна, вот если можете, даже скажите, вот маленький нюанс. Даже если человек вот покушал, не запивайте сразу чаем, еду, да, а попейте чай до еды, до ужина или до завтрака. Потому что, действительно, процессы брожения, которые возникают. Вот мы запили, мы смыли желудочно-кишечный сок, и это очень важно влияет даже на артериальное давление и уровень холестерина. Холестерин, который ведет к обтурации сосудов. То есть, как только идет повреждение внутренней выстилки, внутреннего слоя эндотелия, внутренней стеночки сосуда, повреждается чем? Инфекцией, хламидиями, вирусами, повреждается курением, алкоголем, да, много раздражающих факторов у нас в жизни. И тут же сосудик этот латается, чем латается? Холестерином, жиром латается. И происходит закупорка сосуда, да, ну, в общем, обтурация, которая гемодинамически, если 75%, то уже это очень сложно восстановить. Но с препаратами линейки ДНР можно остроту процесса снять. Мы полностью не освободим сосуд, но если это будет уже на 50%, это значительно лучше, чем 75% закупорка сосуда, перекрытие. То есть, если кровь не попадает в, не доставляет клеткам и тканям кислород, питательные вещества, магистрали сосуды наши перекрыты атеросклеротическими бляшками и тромбами, то все смерть клеткам. А если это сердце, если это головной мозг, то это хроническое нарушение мозгового кровообращения. Или пишут умные диагнозы дисциркуляторная цефалопатия. И люди чувствуют мушки в глазах, туман в голове, головокружение, снижение памяти, запоминание. Ну, самые разнообразные явления со стороны центральной нервной системы. Начинают капать, прокапывать капельницы. Да, причем каждые две недели, это чуть ли не каждые две недели надо. Я говорю, не надо две недели, каждые две недели. Вот уделите внимание своим сосудам. Придите просто, пообщайтесь с теми людьми, которые у нас в офисе. Вы убедитесь, насколько мощно работают препараты. Равных нет. Валентина Николаевна, у вас же есть еще и диагностика УЗИ, причем существуют дни, когда у вас акция на УЗИ. Есть акции, да. У нас есть АМП-диагностика, 131 показатель крови. Сейчас до 15 октября, спасибо, Людмила, что напоминаете, у нас акции на все виды диагностики, в том числе на 131 показатель крови. То есть еще полмесяца, вы, дорогие телезрители, успеваете действительно воспользоваться такой шикарной. Это очень, это почти бесплатно на самом деле. Более того, все одесситы очень любят обследоваться. Ну, обследование, да, правда, нужно знать, и мы на УЗИ сосудов иногда, как находка, находим атеросклероз, находим абтурацию, находим атеросклеротические бляшки. Человек живет и даже не догадывается, да, особенно у молодых людей, как это происходит. Бляшка, происходит кровоизлияние в стенку бляшки, там, где бляшка, там и тромб. И практически перекрывается движение крови. А если еще переболел гриппом, и эта бляшка становится нестабильной, воспаленная эта бляшка, и мгновенно инфаркт, мгновенно после гриппа, после, как пусковой механизм. Ну, а как правило, у нас молодые, все грипп переносят на ногах, да, это абсолютно нормальное действие. Да, если это еще и работающий человек, он боится потерять работу и так далее, и так далее. Я хочу сказать следующее. Запомните, диверин, тисан, два препарата, которые мгновенно вас поставят на ноги. Ну, честно говоря, у нас в офисе, у нас в центре медицинской никто не болеет. Вот никто не болеет простудными заболеваниями. Да, может быть, там, перетрудился, головная боль какая-то, или, ну, всякое разное может быть, но вот простудными заболеваниями не болеет. А что такое диверин? Это иммуномоделирующие? Это в том числе иммуномоделирующий препарат, это противовирусный препарат, это препараты, которые, ну, вот хорошее слово, укрепляют иммунитет. Очень хорошее. Очень актуально сейчас как раз в зиме. Очень актуально, да. И тисан, и диверин, да, собственно, любой из препаратов, КОТО или ДНР, там, где содержится ДНР, идет укрепление иммунитета настолько, что человек просто забывает. Вы знаете, вот вспоминаю, сейчас мама мне говорит, ей 87 скоро, так сказать. Она говорит, а ты помнишь, что я лет уже 5 не болею простудными заболеваниями? Прекрасно. Она живет не рядом, за 150 километров. Ну, я ее видеть каждый день не могу, но тем не менее, человек живет сам. Человек, никто за ней не ухаживает, да, и ей нужно и за собой, и за собачкой, и за кошечкой поухаживать, и, так сказать, и частный дом, и, и, и. И 87 лет, это уже не так просто, в общем, да, хочется, чтобы кто-то поухаживал. И сила, и энергия есть, и иммунитет есть, и чистые сосуды. И когда она идет к сосудистому хирургу, так сказать, ну, был такой, как профилактический, так сказать, ну, визит к врачу. Визит к врачу, абсолютно верно. И куда бы мы ни заходили, на электрокардиограмме, кардиолог смотрит кардиограмму, говорит, ой, вы мне нравитесь. Сосудистый хирург говорит, ой, а как же вы добиваетесь таких результатов с сосудами? Прекрасный комплимент, 87 лет. И светлая память, и внимание, и терапевту она нравится, и невропатологу, и так далее, и так далее. То есть, да, есть, нельзя сказать, что абсолютно нет проблем, но эти проблемы потихонечку решаются. И все мое окружение, все мое окружение, я вспоминаю свою сестру, которая 5 лет не хотела меня слышать, но сейчас она всем рассказывает, что укрепить иммунитет – это только Дина. Это только Дина. И знаете, нет пророка в своем Отечестве. Да, мы не сразу слышим, мы не сразу слышим своих родных, близких, знакомых, но те, кто посоветовал вам Динай, 100% желают вам здоровья, 100% желают вам успехов. И мы должны быть успешны в лечении тоже, потому что мы показываем своим подрастающим поколению, как надо быстро выходить с разных ситуаций, как бы эффективно оказывать себе помощь при самых разнообразных ситуациях. Вы знаете, я очень редко говорю о таком препарате, как вернализ. Вот Веномакс, Вазомакс, Динай – это те препараты сосудистые, на которые нужно обратить внимание. Но есть препараты, которые очень важны. Вот вы знаете, с возрастом у нас становится все меньше гормонов. Ну, естественно, процесс старения. И щитовидная железа не выделяет достаточное количество гормонов. И наши яичники угасают, и эстрогенов не так много. И такой препарат, как медиверин, всегда восстановит функцию щитовидной железы. Такой препарат, как вернализ, всегда восстановит уровень эстрогенов, не будучи гормональным препаратом. Вы знаете, эстрогены очень важны. Они просто говорят, посмотри, какая я красивая и умная. Эстрогены в переводе с греческого – живость и яркость. Стимулирующие и обновляющие действия. На все органы и системы, начиная с волос женских и заканчивая сердцем. И если достаточный уровень эстрогенов, то женщина всегда молода. Рада видеть себя в зеркале. Да, рада видеть себя в зеркале. У нее сердечко работает на все 100%. Омолаживающее влияние. Стимулирующее, обновляющее. Улучшает работу мозга, интеллект, запоминание. Щитовидная железа прекрасно работает. Гормоны красоты, любви и продуманных решений. Это наши женские гормоны. Женщина преображается, становится красивой, у нее блестят глаза, укладываются волосы. Верит организм при максимальном количестве гормонов. Говорит, посмотри, какая я красивая. Женщина становится умной, креативной. Эстрогены, к тому же, улучшают работу мозга, интеллект, запоминание. Эстрогены, гормоны красоты, любви и продуманных решений. И это ода эстрогеном на самом деле. Но, в принципе, мужчины тоже могут принимать этот препарат. Они имеют очень хороший вопрос. Они имеют таркус. И о таркусе мужском можно сказать то же самое. Это аналог, да? Это не аналог. Это в составе присутствует ДНР. Но, по сути дела, это совершенно разные препараты. В таркусе это экстракт икры морских ежей. И те, кто ловит рыбу и попадается в морской еж, то обязательно икорку морского ежа любой мужчина постарается съесть для мужской силы. И это необыкновенные препараты. Как мужской таркус, так и женский вернализ. Необыкновенные препараты и те, кто хотят сохранить свою молодость, сохранить свое здоровье. Таркус очень мощно поддерживает сердечко мужчины. Потому что достаточное количество тестостерона в крови. Это защита от стрессов, защита от тех же инфарктов и инсультов. И я приглашаю, приходите, познакомьтесь. Абсолютно натуральные препараты, которые без побочных эффектов. Антон Николаевна, я предлагаю принять звонок. У нас есть дозвонившийся. Алло, говорите, здравствуйте. Алло. Алло, да, вы в прямом эфире. Говорите. Говорите. Хотелось бы сказать пару слов о детском ДНР. Большая заслуга ее врача, Говоритина Николаевна, в том, что она, что-то ей дешево относится к тем, кто к ней обращается, приходит в центр. А самое главное, это жилье жилья на центр. Но таблетки, они есть, таблетки. Главное, как их, как говорится, применять, сколько, куда, зачем, и приходит в результат. Я сам проживаю в городе Герои, одесса, но по роду деятельности приходится отбывать в других городах. Таблетки, имея такую возможность испытывать, как говорится, на себе новосибирские препараты, это очень великая, как говорится, услуга. Я перепробовал, лично я, много алтайских, там, штучек всяких этих, и карамотских ежей, там, сейфанги дальневосточные. Но вот эти таблетки, они действительно имеют место быть, и имеют действительно сильнейшее действие. Так что прошло, действительно, не проходить им. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо, спасибо вам за отзыв. Спасибо большое. Действительно, очень важно было сказано, сколько, когда, в каком количестве и так далее. И так как мы уже прописываем, наши врачи, и я в частности, ну, по полкапсулке, где нужно по полкапсулке, где по целой капсулке, сколько дней. Есть препараты, которые пьются по одному дню, но как схема лечения такая. Везде индивидуальный, да? Абсолютно индивидуальный подход. И очень выверенный, очень грамотный. Всегда есть связь с врачом, всегда можно получить консультацию. То есть еще в телефонном режиме поддерживаете, да, пациентов? И в телефонном режиме. И у нас консультанты на телефонах звонят, спрашивают, как вы ели, пили, как вы приняли первую капсулу, как вы сейчас себя чувствуете после первой капсулы. Мы обязательно курируем больных. Мы вызваниваем и приглашаем на повторные осмотры. То есть несем абсолютную ответственность за каждого пациента. Это правда. И относимся... Такое внимание, конечно, дорогого стоит. Да. И очень стараемся, так сказать, внимательно отнестись абсолютно к любому пациенту. Пришла, ходит женщина сегодня, говорит, Валентина Николаевна, ну как же мне холестерин? Холестерин хочу, холестерин. Я ее успокаиваю, говорю, холестерин мы снизим. Снизим теми препаратами, которые дают долгосрочные. Не нужно каждый день принимать. Вот стабилизировали уровень холестерина в крови. То есть сняли причину повышенного холестерина. Не просто как подушка пьем препараты, которые снижают холестерин. И боимся отойти от этой таблетки. И боимся отойти от этой таблетки. Не дай бог не принять. Чтобы не дай бог не... Нет. Это долгосрочное, так сказать, это снятие причины. То есть пролонгированный эффект однозначно будет. Да. Мы снимаем причину. Снятие причины ведет... Человек живет, и он не переживает за свой холестерин. По крайней мере на полгода, так уж точно, если он ведет здоровый образ жизни. То же самое сахар крови. Мы стабилизируем сахар крови. И не нужно пить горстями эти таблетки, которые, в общем-то, все знают, имеют и побочные эффекты. То есть на самом деле, если человек хочет быть здоров, он приходит, он получает грамотную консультацию. Мы все расписываем, рассказываем. Если нужно, какие-то дополнительные методы обследования делаем. Но если у вас уже есть анализы крови, несите их. Если у вас есть какое-то обследование, несите. Мы ничего повторять не будем, если уже это все свежие обследования. И, конечно, доктор будет опираться, прописывая препараты. И, так сказать, обязательно это комплексное воздействие. Это и диета, это и зарядка, это и дыхательные упражнения, это и самомассаж может быть. Это может быть и массаж, это может быть и другие, так сказать, процедуры, которые у нас абсолютно безвредные, абсолютно доступные, абсолютно, так сказать, в комплексе, дают прекраснейший результат. Валентина Николаевна, у нас был один дозвонившийся, прекрасный отзыв. Но я вас всегда еще прошу, приносите вашу книгу отзывов, вашу тетрадь отзывов. Вот в этот раз вы принесли. Позвольте, я зачитаю один небольшой отзыв, но медика хочется записать. Именно вот тут даже, я бы сказала, больше рекомендации. Я постараюсь быть краткой. Если я где-то, может быть, неправильный диагноз назову, вы меня уж поправьте. Итак, 8.09 пишет логопед-консультант. Вот здесь, вот я попрошу вас помощи, городской психомедицинской комиссии Лелюх, Жанна Григорьевна. Итак, консультирую и работаю с детьми, у которых тяжелые нарушения речи. Эти дети нуждаются в постоянном наблюдении и медикаментозном лечении, что послужит хорошим стимулирующим фоном, так как для формирования речи у детей и взрослых необходимы некоторые препараты и некоторые, в общем-то, рекомендации врачей. Огромная благодарность Валентине Николаевне за то, что она оказала неоценимую помощь детям и логопедам, да, насколько я поняла. Немного почерк неразборчив. Ее назначения очень ускоряли формирование речи, очень помогали формировать и неречевые процессы у детей. Видя такие результаты у детей, я обратилась за помощью и для своего мужа. Чуба Рева, ну это уже неважно, фамилия, инициалы, инвалида, перенесшего три и восклицательный знак инсульта. То есть это о чем-то говорит, да? Все-таки человек не отчаялся, а искал какой-то способ лечения и, в общем-то, как я понимаю, нашел. Речь мужа стала активнее. Общепсихическая деятельность улучшилась. Физическое состояние значительно улучшилось. И подчеркнуто. Показания лабораторные стали значительно лучше. Очень хотелось бы, чтобы многие люди получали эту реальную помощь, которая, по милости Божьей, сегодня оказывается в этом замечательном центре с благодарностью и подписью. Да, действительно. Это написал медик? Да, Владимир Борисович очень хорошо себя чувствует. Ну, уже одно то, что я, Жанна Григорьевна, приходит и говорит с ужасом. Я вижу, как он с базара приносит огромные тяжелые сумки. Уже, знаете, как показатель. А какой возраст этого человека? 75 лет, если я не ошибаюсь. Ну, точно за 70. Или 73, или 75 лет. Три инфульта, и человек способен сам себя обслуживать. Да, и сам себя обслуживает. И он дома абсолютно активный. И в полном объеме все движения. И, так сказать, и сердечно-сосудистая система. И сердце, и сосуды, и головной мозг. Ну, в общем и целом, Жанна Григорьевна как-то пришла и говорит, вы знаете, Валентина Николаевна, даже седина уходит у моего Владимира Борисовича. Я замечаю, что даже волосы темнеют. Ну, восстановительная медицина. Мы имеем дело с восстановительной медициной. В общем и целом, это правда. И не только у Владимира Борисовича. Я замечаю и у своего мужа, тоже активного члена нашего, так сказать, центра. И он тоже принимает все. И у меня все родные, близкие, родственники, все абсолютно, так сказать, не принимают. Пользуются услугами ДНР. Да. И получают огромное удовольствие. Валентина Николаевна, ну, а вот все-таки, в чем секрет ДНР, да? На сегодняшний день, вот буквально зайдя в интернет, и достаточно, ну, наверное, люди как-то для себя пытаются и посредством интернета найти какую-то помощь, да? И на телевидении, абсолютно верно. И на телевидении много звучит реклама. Много передач, много рекламы. И человек сидит перед экраном и думает, боже мой, там хорошо говорят, и там хорошо говорят, и там хорошо, как мне сориентироваться. Я всегда говорю... Как не запутаться в этой информации. Абсолютно верно. Знаете, есть ключевая компетенция компании. Та зюминка, которая выделяет компанию из всех, вот чем-то она отличается. Я хочу сказать, что препарат линейки ДНР, создавались Институтом ядерной физики, который предложил Аксис технологии. И эти Аксис технологии позволяют... Во-первых, вложили полтора миллиарда долларов. Это какой-то новый ход был, ноу-хау? Абсолютно ноу-хау. То есть нужно было к важному лекарственному веществу, к молекуле, пришить ёжик полиэтиленглюколи, чтобы этот ёжик защитил от переваривания в желудочно-кишечном тракте и мгновенно донёс до клетки. Мы об этом неоднократно говорили уже, что если мы дома запарили травку, к примеру, только полпроцента важного биофлавоноида попадёт в кровь. В лучшем случае. В лучшем случае. А 99,5% уйдёт просто с мочой и калом, просто транзитом пройдёт. Чтобы этого не случилось, и чтобы важные лекарства и вещества натуральной природы доходили до клетки, нужно было решить три суперзадачи, чтобы не переварилось, чтобы всосалось, и чтобы не вызвало никаких реакций. Но закон жизни, если натуральное вещество, оно очень часто вызывает аллергические, аутоиммунные и другие нежелательные реакции, поэтому нужно было решить вот эти три задачи, и три эти суперзадачи решили таким вот образом. Аксис технологии решили. Более того, состав уникальный. Если не говорят, у нас тоже, я говорю, нет, нет, постойте, постойте. Не может быть у вас тоже. Потому что действительно состав уникальный. Технологии донесения уникальны. Это повышает эффективность во много, в десятки, а то и в сотни раз повышает эффективность. Нужно пить не горстями, не килограммами, а одну капсулку. И это первое. И второе, это состав. Это нуклеиновая кислота и фермент. Основа жизни. Очень жаль, конечно, что в медицинских университетах мало уделяется внимания нуклеиновой кислоте. Но приходит женщина, я ее успокаиваю. Говорю, мы сейчас восстановим обмен нуклеиновой кислоты, восстановится уровень холестерина. Восстановим обмен нуклеиновой кислоты, восстановим уровень глюкозы, крови. Восстановим уровень нуклеиновой кислоты, уходят хронические заболевания. Восстанавливаем уровень нуклеиновой кислоты, уходят предраки и раки. Даже опухоли, даже злокачественные опухоли, они не могут развиваться, когда есть здоровый строительный материал. Вот эту цепочку больная, которая дает исключительно больную клетку, себе подобно больную клетку, эта цепочка прерывается, и на смену больной клетки приходит здоровая клетка. Здоровый строительный материал, есть возможность построить абсолютно здоровую клетку. Но, безусловно, у нас преуспели препараты и такой, как ТИСАН, ТИСАН-парадема, препараты, которые очень показали себя. Я расскажу отдельный случай в следующих передачах, как работают наши препараты при онкологии. Как повышают противораковый иммунитет, как убирают вирусы, бактерии, паразиты, которые являются тоже пусковым механизмом при развитии онкологии. И вообще можно и не ждать следующего эфира через две недели, а можно просто зайти к нам в офис, на семинарскую 19-й. Тем более у вас и тренинги интересные бывают. У нас очень интересные тренинги, управлять здоровьем, это так к слову. Когда человек приходит, и он понимает, что он не маленький человечек, и он только способен где-то подстроиться под ситуации, а он может активно влиять на свою жизнь, он может активно влиять на свое здоровье. И он, выходя с этой убежденностью, после тренинга, тренинг следующий 30-го числа в 17 часов, милости просим, приходите, у нас колоссальные сейчас скидки. Причем бесплатно абсолютно, да? Абсолютно бесплатно. Прекрасно. У нас сейчас до 15-го числа скидки, такие мега скидки на препараты, мега скидки на услуги. Это все возможно до 15-го октября. Семинарская 12. Семинарская 12 между Шевченко и Канатным. Ну, многие люди и так знают, где находится Приморский район. Добро пожаловать, действительно, тем более такой сезон скидок. И, в общем-то, впереди очень интересный и занимательный тренинг. Ну, а я говорю, что, конечно, полчаса это всегда мало. И есть еще отзывы, которые хотелось бы прочитать. Мы обязательно сделаем это в следующей программе. Хотелось бы сказать, что у нас Валентина Николаевна Говорко была, семейный врач, невролог и представитель компании ДНР. Я, Людмила Амельчук, говорю вам до свидания, до следующих встреч. Смотрите наши эфиры. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!